В своей последней книге под названием «Краткие ответы на большие вопросы» Стивен Хокинг поднимал ряд вопросов, которые волновали не только его, но и думающую часть населения Земли. Пытаясь дать ответы, великий ученый невольно делал прогнозы, о которых я вам сейчас и расскажу. Искусственный интеллект Хокинг был убежден, что искусственный интеллект несет угрозу человечеству. В какой-то момент он поможет человеку построить рай на Земле и обосноваться в ближнем космосе. Но искусственные нейронные сети, позволяющие искусственному интеллекту обучаться, однажды выйдут из-под контроля человека. Искусственный интеллект обгонит разум человека через столетия, и когда это произойдет, то пускай цели людей и компьютеров совпадут, говорил Стивен Хокинг. Если наши интересы будут расходиться, то не избежать войны, самого настоящего восстания машин. Что будет нужно роботам? Ресурсы и полная свобода. Без чувств и каких-либо эмоций, машины будут способны уничтожить людей за несколько лет и превратить Землю в полностью роботизированную колонию. Колонизация Марса Кроме искусственного интеллекта, есть угроза со стороны природы. Планета не очень дружелюбна, хотя и является нашим домом, так что нужно быть готовыми покинуть ее. Еще до того, как о колонизации Марса начали говорить в НАСА, Хокинг часто рассуждал на эту тему. Внимание НАСА сосредоточено на Марсе, и это логично. Марс максимально похож на Землю. Я уверен, что через 50 лет люди будут жить там постоянно, прогнозировал ученый. Как вы можете наблюдать сегодня, космические агентства мира и частные компании все чаще говорят о необходимости колонизировать Марс. Человечеству просто необходим запасной вариант. Нужен уверенный шаг вперед. Вторжение инопланетян Хокинг был уверен в существовании разумных инопланетян и в том, что они значительно превосходят человечество в развитии. По мнению ученого, пришельцы уже давно основали свои звездные системы, и сейчас они заняты поиском новых миров с оптимальными условиями для колонизации. Чем старше я становлюсь, тем больше убежден в том, что мы не одни во Вселенной. Нам в самом деле стоит опасаться за свое будущее, ведь те разумные существа точно далеко впереди. Людей ждет что-то вроде свидания Колумба с индейцами, и как вы помните, это закончилось не очень благоприятно для принимающей стороны, пояснял Стивен Хокинг. И если какой-то разумной цивилизации не составит труда путешествовать от звезды к звезде и добраться в Солнечную систему, то они однозначно опередили нас в технологиях на тысячи лет. Миролюбивы ли они? Возможно. Однако готовыми нужно быть к чему угодно. Если для них колонизация планеты станет вопросом выживания вида, то нас ждет печальный финал.